Иснение по закону, по Аллахе, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать цикл уроков «Жизнь по Торе», где мы разбираем основные заповеди в трех форматах. Вначале я рассказывал простой, понятный смысл, потом Илья Шама Пентусевич рассказывает законы Аллахот, которые как выполнять эту заповедь. И мы уже изучили заповедь «Изучение Торы», заповедь «Молитва» и заповедь третья у нас была, заповедь «Здака». И сейчас мы переходим в заповедь, которая очень важная, которая сказал когда-то Раби Атива, что это заповедь вообще основа всей Торы. Это заповедь «Возлюби ближнего, как себя». Значит, заповедь «Возлюби ближнего, как себя» она очень-очень звучит красиво. Да, «Возлюби ближнего, как себя». В этой заповеди есть главное слово «любовь». Значит, любовь – это чувство, которое мы обязаны любить ближнего, как себя, любить Бога, любить Дера, это пришелец, который принял иудаизм. Мы обязаны любить своих близких, почитать своих родителей. Почитание – это когда есть любовь плюс страх. Почитать – это когда смешаны эти два чувства. Любовь – это желание присоединиться, желание стать одним целым. Интересно, что на иврите слово «любовь» – «аава», оно числовое значение, если взять числовое значение каждой буквы сложить, будет 13. И «эхад» – это один, одно целое, это тоже 13, числовое значение 13. То есть «аава» – любовь, она делает тебя единым целым с тем, кого ты любишь или что ты любишь. Значит, «ваавта лереха камоха» – возлюби ближнего, как себя, включает в себя, что ты соединяешься с ближним, да, человек, который тебе ближний. «Реха» – это переводится ближний. Кто тебе ближний – тоже большой вопрос. Кто это ближний? Является ли для тебя ближним преступник, который идет тебя убивать? Является ли для тебя ближним человек, который тебя ненавидит? Это все большие вопросы. Но если он все-таки входит в то определение ближних, близких, которое, которое ты уточнишь во второй части урока, есть «Алахот». На каждую заповедь есть законы, которые есть отдельная глава, как выполнять эту заповедь. Мы постараемся перечислить основные законы. Но для того, чтобы выполнять любую заповедь, нужно 30 дней, минимум по 10 минут в день изучать законы «Алахот», которые соответствуют этой заповеди. И мы даем ссылочки на эти «Суржу Ханнарук» для того, чтобы ты изучал законы. По-простому. Заповедь «В авто» – возлюби ближнего, как себя, подразумевает, что ты с кем-то хочешь соединиться, который тебе и так близок, и возлюбить его, как ты любишь себя. Добро подразумевается, что человек любит себя, и у него с собой есть полное соединение. Почему это важно? Почему это важно? Человек в этом мире, он проходит жизненный свой путь, являясь одновременно создателем добра для других людей. Добра или зла. Мы можем для других людей создавать или добро, или зло. И мы являемся получателями добра или зла со стороны других людей и окружающего мира. Человек получает, вот в данный момент я сижу, на меня действует воздух, температура воздуха, на меня действует вода, еда, которую я кушал, на меня действует атмосфера от людей, которые меня окружают. Но больше всего на меня действует то количество любви, которое есть во мне. Вначале это количество любви проверяется на себе, возлюби ближнего, как себя. Есть люди, которые себя не любят, которые себя не принимают, которые себя не уважают, которые себя ругают, которые себя не ценят, недооценивают и так далее. У человека внутри себя есть очень запутанные взаимоотношения, которые состоят из разных частей его личности. Условно, все люди делятся на две категории. Есть оптимисты, которые смотрят на все сомнительное, позитивно подкрашивают в розовый цвет. И пессимисты, которые на все, что сомнительно, они подкрашивают все в такой серый, зеленый, такой вот гнилостный цвет. Есть пессимисты разных оттенков и оптимисты есть разных оттенков. Но принципиально все живут в мире фильтров своих оценочных суждений. Начинается заповедь Ваавта Лераха Камоха «Возлюби ближнего, как себя» с того, насколько ты любишь себя. Насколько ты вообще знаешь, кто ты. Насколько ты ощущаешь свою связь со Всевышним, с Богом, который проявляется в каждом человеке в виде его души. И насколько твое я, оно связано с твоей душой. Потому что любить, любить своих 70 килограмм, как я люблю называть человек, это вертикально ходящая лужа. Человек на 70% состоит из воды и на 30% состоит из земли. Земля, микроэлементы, вся таблица Менделеева. Поэтому люди это вертикально ходящие лужи, которые, если еще посмотреть внутри, это еще где-то около 20 метров кишок внутри, наполненных совершенно нехорошо пахнущими остатками еды. И, значит, ну, в общем-то, любить вот это вот материальное, оно как бы действительно странно немного. А вот душа, божественная душа, божественный свет, это как бы мне понятно, как любить. И дальше нужно возлюбить, увидеть этот свет в близком и соединиться, понять, что и он, и ты – это одно целое. Одно целое на неком божественном уровне. Это в автолерах и гамоха. В законах этой заповеди очень легко ошибиться, потому что, когда ты хочешь сделать ближнему добро, то очень часто это может быть за счет страданий другого человека. И тогда это не, ты не выполнил заповедь, нельзя выполнять заповеди через преступление. То есть, если ты хочешь сделать одному добро, возлюбить его за счет того, что кому-то будет плохо, это уже не выполнение заповеди. Второй момент, на который надо обращать внимание. Если я возлюблю ближнего как себя, то тогда, когда к вегетарианцу приходит человек, который любит мясо, вегетарианец, он ему даст вегетарианскую еду. А когда человек, который любит обливаться ледяной водой, он захочет сделать добро другому, он обольет его ледяной водой. Здесь много ошибок. Поэтому, когда спросили Елеля, какая главная заповедь, он сформулировал ее чуть-чуть по-другому. Он сказал, что не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. То есть, не приноси страдания. Это важнее. Люди намного более чувствительные. Они чувствуют ложку дегтя в бочке меда. И когда ты хочешь сделать кому-то добро и возлюбить ближнего как себя, и ты чуть-чуть ошибся по ходу, особенно если он пессимист, который все сомнительное трактует в сером тоне, да, переводит в негативное. Все, ты попал, ты не выполнил заповедь. Поэтому трактовка Елеля, не делай другому того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. Она более понятна. Дальше законы этой заповеди вам расскажет Илья Шамар Пентусевич, и вы изучите эту заповедь. Это очень важная заповедь. Это фундамент всей Торы. Поэтому возлюби ближнего как себя, это заповедь, которую нужно на себя принимать перед молитвой. Так сказал великий мудрец Ризаль. Перед тем, как ты становишься молитвой, просить у Всевышнего, чтобы он проявил свою любовь к тебе и выполнил твою просьбу, нужно себе сказать. Внутри хотя бы себе сказать. Вот сейчас я выполняю заповедь возлюби ближнего как себя. Я желаю всем людям хорошим, добрым, веселым, радостным, нуждающимся. Я желаю, чтобы Бог восполнил их потребности, и в этом правляется моя к ним любовь. Значит, когда вы принимаете на себя, то есть твоя жизнь зависит от того, какое количество любви есть в тебе, в твоем сердце. И когда у тебя есть любовь к себе, любовь к ближнему и любовь к Богу, твоя жизнь превращается в любовь. И это самое приятное, самое лучшее чувство, которое только есть в мире. И в заслугу выполнения этой заповеди у тебя будет все остальное. Живите по Торе. Всем привет, с вами Ильшамар Пентусевич. Я вам расскажу про очень интересную заповедь. Заповедь возлюби ближнего как самого себя. Эту заповедь, она не находится в этой книге Китсушуха Нарух. Но она находится в Торе. Написано в Торе, в пяти книжах. Возлюби ближнего как самого себя. Это те слова, которые написаны. Что это значит, как самого себя? Это значит, что как ты хотел, чтобы относились к тебе, относись тоже к другим. Если тебе не нравится, что тебя, ну это понятно, да, обижают. Никто не любит, что его обижают и так далее. То тоже не обижай других. И как ты будешь относиться к другим, тоже будет к тебе относиться. И что в этом важно? Почему надо возлюбить ближнего как самого себя? Потому что наш мир, он так построен мера за меру. Что как человек ведет в этом мире, тоже Бог с ним так ведет. Это как зеркало, да. Любые действия наши в этом мире, они автоматически зеркалят на небеса. Допустим, если мы помогаем другому, то Бог нам тоже поможет. Еще один пример. Если человек, его кто-то обидел, да, и мы злимся. И потом человек, он отпускает это и говорит, хорошо, он мне сделал так-то и так-то. Я не буду продолжать злиться на него. Я возьму и отпущу это. То тогда тоже Бог, когда человек грешит и что-то делает, то Бог, он может сказать, хорошо, он согрешил. Но я его отпущу, потому что он тоже так ведет к другим людям. Но это не значит, что мы можем сейчас делать очень много грехов. Нет. Здесь имеют в виду, что более легче будет раскаяться, допустим. И когда-то человек осознает, что он плохо поступил, то тогда Бог его и простит. Но это не значит, что человек сейчас может много делать грехов. Но мы со всего этого видим, что мера за мера – это очень такая вещь, которая работает в этом мире. И как мы ведем, то то же самое у нас будет. И есть такая вещь, что человек – вера. И заповедь тоже, кроме возбиближенного самого себя, заповедь про веру. Что верит, что есть Бог. И когда человек, он верит, что есть Бог, то у него есть другие законы в этом мире. Что это значит? Есть в этом мире природа. Природа, она действует на человека. Человек заболевает и еще что-то. И человек, который верит, что все от Бога, что если он грешит, то он получает наказание. Если он делает заповеди, то он получает награду. То человек, который поистине так живет, то что будет? Природа на него не будет действовать над ним. И как мы видели, что есть очень много мудрецов, которые каким-то чудесным образом могли менять вещи в этом мире, какие-то чудеса. Как у них это получалось? Потому что они верили, что все в этом мире – это от Бога. Есть природа, конечно, Бог создал природу. Но они понимают, что есть что-то над природой. Есть какая-то духовная вещь, которая над природой. И когда человек верит в это, то тогда могут у него быть чудеса. И если мы вернемся к заповеди «Возлюбив ближнего как самого себя», то кроме того, что если будем относиться к другим хорошо, то Бог тоже будет относиться к нам хорошо. Есть другая вещь, которая даже без заповеди это понятна. Когда человек любит других, что значит любить? Это не обнимать их, целовать их. Это просто понимать, что есть человек перед тобой, у него есть его желания и так далее. И просто не злиться, если он что-то захотел, что-то сделал, что-то не так хотел. Потому что нужно понимать, что мы не сами в этом мире есть. Наш мир наполнен другими людьми. И надо уважать других, уважать их волю, то, что они хотят. И когда человек, он не злится на каждую любую вещь, то он живет так жизнь намного лучше, намного радостнее. И, конечно, когда Тора говорит «Возлюбив ближнего как самого себя», если сейчас будет какой-то человек, который нас обижает или еще что-то делает, оскорбляет нас, то это не обязательно, как будто говорит «Давай, дальше меня оскорбляй». Нет, надо ему сказать «Пожалуйста, не оскорбляй, это мне не нравится». «Перестань». Это вообще не противоречивает к этой заповеди, потому что «Возлюбив ближнего как самого себя». Это значит, что человек должен тоже любить себя. И у другого человека он не имеет права оскорблять, делать ко мне плохо. Если он, допустим, сделал мне ущерб, то нужно пойти в суд и по закону забрать. Как будто нужно жить в этом мире, мы цивилизованные люди, есть законы. И надо жить по этим законам. И один из законов это, что нельзя, что кто-то меня оскорблял. Вот я его попрошу, что не оскорбляй меня. Но мстить потом и что-то делать, что ты получишь от этого? Зачем? Он уже в следующий раз тебе не сделает. Допустим, если человек, ты знаешь, что он второй раз тебе это сделает, то можно предпринять какие-то действия, которые остановить его. Если ты знаешь, что он один раз тебе сделает, то не надо мстить, не надо делать ему возвращать зло. Самое главное в этом мире – это делать добро, жить с радостью и тоже помогать другим. Давайте мы вместе сделаем этот мир лучше. И как мы это сделаем, если мы себя изменим в лучшую сторону? Давайте будем относиться осознанно к чувствам других людей и возлюбим ближнего, как самого себя.